Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, четверг. Ход Нецеха. Сфера Ход и сфера Нецеха. В то время как сфера Нецеха связана с жизнью, вечностью и успехом, то потери, смерть, утраты – это сфера Ход. И вот сочетание вот этих двух сферот создаёт нечто невероятное. Так же, как мы верим, что мёртвые возвратятся к жизни – это одна из основ иудаизма, мы переходим к мысли о том, что не всё потеряно. Знаменитый иерусалимский царик был такой, Раф Левин, он попросил, чтобы после его смерти на надгробии написали следующие слова. «Я прошу, чтобы каждый, кто проходит молиться на моей могиле, громко сказал, я верю полной верой, что будет воскрешение мёртвых». Однажды на могилу его пришёл разбитый, подавленный, отчаявшийся, охваченный депрессией человек. Увидел, что там написано, стал повторять эти слова и понемногу приободрился, прибавил жизненных сил и исчезло отчаяние. Воскреснуть из мёртвых, оказывается, можно и в середине жизни. Практика этого дня очень простая. Жалеете ли вы о каких-то вещах, с которыми пришлось расстаться или как-то потерять их? Подавлены ли вы от того, что ваш потенциал не всегда реализовывается? Сейчас время решить. Вы смотрите вперёд в будущее и верите, что всё потерянное в конце концов может вернуться. Или ходите депрессивным взглядом на жизнь и смотрите совсем не так. Знаете, есть такая короткая майса. Своего рабина решили разыграть ученики. Они знали, что он всегда говорил, что он знает ответы на все вопросы. И вот подошли, говорят, сейчас испытаем его мудрость. Взяли в руку бабочку, положил её за спиной. Спрошу, говорит, если мёртвая бабочка или живая. Если скажет, что мёртвая, я отпущу бабочку, она улетит. А если скажет, что живая, сожму и бабочка улетит. В любом случае мудрец окажется неправ. Так и сделал. Подошёл Рэбе, говорит, вот смотри, у меня в руке бабочка. Скажи, она мёртвая или живая? Рэбе посмотрел на него, улыбнулся и сказал, всё в твоих руках. Надо понять мораль. Хитрый человек хотел поместить Рэбе в безвыходное положение. Но тот нашёл выход, вышел за рамки ограничений, которые ему навязывали. Нам тоже надо учиться выходить из рамок ограничений. Сказал Любавич Скирый, потрясающие слова. Да, своими глазами мы видим смерть. Тело зарывают в землю, и мы оплакиваем потерю. Но это только часть обмана материального мира. В мире истины не остаются такими же, как были раньше. Переходим к недельной главе. Есть две модели этого мира. Первое – это мир, набор разрозненных сил, с которыми взаимодействуют по мере возможности. Второе – это мир, живое существо. Такое, ну, и видимый мир – это тело его, а Бог – это сознание этого мира. Говорит еврейская мудрость, что мы можем общаться с миром не только по законам физики, но и по законам коммуникации, обращаясь к его сознанию. Это звучит странно для светского человека, но главное, что это работает. Говорят мудрецы, что наша жизнь – это диалог с Богом. При этом то, что с нами происходит – это слова Бога, а то, как мы реагируем на это, наши дела, наши молитвы – это наши реплики ему. При этом понятно, почему, например, наука этим не занимается. Ведь всевышние предсказать они не могут. Кстати, если мы хотим предсказуемость, это не коммуникация, а манипуляция. Можно манипулировать сверху вниз, там, дрессируя собаку, но нельзя манипулировать снизу вверх, пытаясь заставить Бога что-то сделать для нас. Только потому, что мы так хотим. Мы можем ли предназначить вообще, что Бог на нас обращает внимание? Конечно, конечно, Бог говорит Каббала, что каждый день, каждый шаг нет такой травинки, над которой нет ангела. Есть три уровня взаимодействия с Богом. Раб, то есть ты просто как сын, и партнер. И чем выше человек духовно, тем ближе он к уровню партнера, которому Бог отвечает самым заметным образом. Не даром многие ходят к еврейским там всяким цадикам и пытаются, чтобы они с моей молитвой убедительно попросили Всевышнего. Ответ Бога, это событие, которое с нами происходит, мы не всегда даже можем правильно истолковать. Научиться этому еще одна задача, которую мы учит еврейская мудрость. В эффективном общении, молитве, да, важны три фактора. Во-первых, наша концентрация на процессе. Чем меньше наши мысли отвлекаются от процесса молитвы, на постороннее, так сказать, тем сильнее послание. Кстати, поэтому в синагогах женщин отделяют от мужчин. Во-вторых, искренность, потому что Бог не только слышит наши слова, но и воспринимает наши чувства. Если человека мы можем обмануть театрально, сыграв там что-то, Богу важнее внутреннее состояние собеседника. И в-третьих, нужно быть искренним. Надо признательность, иметь признательность. У обычного человека не развиты эти процессы. Мы обязаны развивать в себе признательность, поднимаясь на новые уровни. Вместо борьбы с трудностями, наша жизнь тогда превращается в диалог с любящим нас, с хозяином мира. Это не исключает испытаний, без которых жизнь просто не бывает. Но мы уже понимаем, начинаем, что это на пользу, иначе к этому относимся. Есть такая маленькая притча. Однажды король выкатил на дорогу огромный камень, а сам спрятался, чтобы посмотреть, кто его уберет с дороги. Многие проходили, ругали короля за состояние дорог, администрацию, и проезжали дальше. Наконец, возле камня остановился бедный крестьянин, откатил его в придорожную канаву. А под камнем, к удивлению своему, обнаружил полный мешок золота и письмо от короля, в котором он объяснил, что это награда тому, кто уберет мешавший камень. Так и наш царь положил под каждое испытание в мире свое благословение. Все преграды, встречающиеся на нашем пути, не случайны. Бог испытывает нашу верность. С их помощью он обращает наш взор на себя, ввысь, и дает нам шанс получить духовную награду. Под камнями тяжелых испытаний, от которых мы, может быть, даже и устали, есть камни, золото, которые тарят особое благословение. И когда мы откатим этот камень и отдадим всю дань Господу, в свое время мы найдем его божественную милость. Это закон. Браха вы от лоха.